И проблема большинства людей, которых смущает пророчество, то, что они пытаются выявить сокрытое, и не подчиняются тому, что уже открыто для них. Но если Бог что-то скрывает, ни один человек не может этого выявить. Это потеря времени пытаться делать это. Кроме того, это просто непорядочно пытаться открыть секреты, которые Бог держит в тайне. И каждый раз, когда я учу на эту тему, ко мне обычно кто-нибудь подходит потом и задает совершенно банальный вопрос о дне скорби и о Вознесении. Сначала будет день скорби или Вознесение произойдет в среднем дня скорби или это будет по истечении дня скорби. Знаете, какой я даю ответ обычный? Я не знаю. И меня это не смущает, потому что я думаю, что это сокрытая вещь. И я не верю, что кто-нибудь знает об этом. И я слышал, как самые мудрейшие библейские мужи спорили друг с другом по этому предмету. А причина — это то, что они пытались открыть секреты Божьи. А вы этого делать не имеете права. Потому что Господь — это военный начальник среди других. И Он не показывает всю свою тактику врагу своему. У Него всегда припасено то, что изумит дьявола. Дело в том, что дьявол — это хороший студент, изучающий пророчества. Он гораздо больше знает о пророчестве, чем большинство из христиан. Но есть такие вещи, которые Бог не открывал. Потому что, как и любой военачальник, Он хочет захватить врага врасплох. Но проблема тех людей, которые пытаются открыть закрытые, это то, что они не пытаются подчинять тому, что уже открыто Богом. Дело в том, что есть одна такая открытая вещь, которую мы всегда провозглашаем. Это свидетельство, это Евангелие Божье будет проповедано по всей Вселенной, и тогда придет конец. Никакой это не секрет. Когда придет конец? Когда Евангелие будет проповедано по всей Вселенной, во свидетельство всем народам. Вот то, что мы знаем. Это одна вещь, которую мы знаем. Но на нас это накладывает огромную ответственность. Чьим делом является провозглашение Евангелия по всей Вселенной? Чье это дело? Наше. Потому что причина, по которой мы можем получить откровение дальше от Бога, условие. Условие заключается в том, если мы получили часть этого откровения и послушны Ему. Дальше мы получаем откровение от Бога после этого. Но если вы получили откровение и ничего не сделали по этому поводу, Бог вам больше ничего не откроет. Поэтому я верю, это причина того, что большинство христиан вообще не имеют больше откровения на эту тему. Потому что они не делают то, что уже было открыто для них. И есть другие вещи, которых мы не знаем. Но мы знаем, что это наша responsabilность для употребления Евангелия по всей Вселенной и всем народам. Но если мы не посвятим себя этому делу, я не верю, что мы продвинемся дальше и получим дальнейшее откровение от Господа. Поэтому если вы хотите получить откровение дальше о том, что же произойдет дальше, первое, что вы обязаны делать посвятить себя проповеди Евангелия во всей Вселенной и всем народам. Я думаю, что это приоритет номер один среди христиан. И если мы этого не будем делать, дальше мы не получим ничего, никакого света. Господь никогда не открывает вещи непослушному народу. В настоящее время я имею смелость заявить, что меньше пяти процентов всей Церкви посвятила себя проповеди Евангелия во всей Вселенной. Вот по этой причине Церковь так мало получает откровения от Бога. Это причина, почему Церковь находится в темноте. Потому что мы не посвящаем себя тому свету пророчества, которое уже было дано нам. И я вижу таких христиан, как людей, ходящих во тьме. Они напуганы. Они озадачены. Они неуверены. Они не понимают, что происходит вокруг. И они действительно не знают, что же им делать. Они люди, ходящие в темноте. Но они в темноте, потому что они отвернулись от света. И я буду молить, чтобы ни один из вас, где сидящих, не сделал такую ошибку. Давайте ревностно изучать пророчества библейские. И брать для себя то, что мы уже поняли. И поступать так. И не волноваться о том, чего мы не понимаем.